Прадед Даша Василий Никитович познал всю горечь войны в возрасте 21 года. Будучи рядовым пехотных войск, был направлен в Польшу, где получил серьезное ранение в руку. Гордость за предка переполняет девочку, поэтому сегодня она принимает участие в шествии Бессмертного полка. Такой героический человек, он помогал людям, он выводил людей из городов, чтобы спасти их жизни. Также у него есть куча наград. Героических историй у участников шествия Бессмертного полка тысячи. Чтобы увековечить память своих предков, отдавших жизнь за победу Великой Отечественной, жители Звенигорода вышли на улицы города с фотографиями героев в руках. Мой прадедушка был бригадиром, ушел на фронт, погиб в Калининграде, похоронен в общей могиле. Дед мой геройский до Берлина дошел от Чинников Николай Алексеевич, был ранен под Сталинградом, тяжело, и дошел до Берлина. Дедушка родом с Воронежа, коледа у меня самого Воронежка, погиб у нас под Истрой в 41-м году. Парад принимал, когда была Великая Отечественная война, парад принимал, и вот здесь в 41-м году в братской могиле он похоронен. Сначала по Пролетарской улице проехала военная техника. Сразу после зрелищного парада колонна Бессмертного полка выдвинулась от сквера у памятного знака «Населенный пункт воинской доблести». Несмотря на непогоду, радость от праздника переполняла участников. Они прошли, распевая знаменитую «Катюшу». Завершилось шествие возле мемориала славы на Центральной площади. Посмотрите, сколько сегодня пришло людей вспомнить те великие дни, вспомнить наших отцов, дедов, прадедов, бабушек, прадедушек. Всех, кто отдали свою жизнь, здоровье за нашу с вами свободу, за наше право с вами жить, дышать, быть независимыми. Участники шествия почтили память павших героев, возложили цветы к вечному огню. В честь праздника выступили творческие коллективы города и школьники. Конечно, в такой великий день единороссы не забыли поблагодарить самих участников той войны. В Завенигороде их осталось всего четверо. Зелихе Алеевне недавно исполнилось 100 лет. В 1943-м была направлена на фронт. До конца войны она лечила военных в госпитале. Сегодня ей передают самые теплые поздравления от главы муниципалитета Андрея Иванова и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Молодуши, я желаю счастья. Побеждать во всех ситуациях, какие же были трудные они не были вам. Деревня, в которой родилась Нина Федоровна, находилась в фашистской оккупации целых три месяца. После освобождения девушку отправили работать при фронтовом госпитале. Об ужасах того времени вспоминается слезами. День победы для нее – это прежде всего освобождение и мир. Это от главы Денцовского городского округа Андрея Робертовича Иванова. Ух, это я не додержу. У меня красивая розовка. Ой, у меня таких никогда по-моему не было. Никогда таких не было. Татьяна Одинцова признается, каждая встреча с ветераном оставляет самые теплые впечатления. Особенно приятно поздравлять героев в День Победы. Люди, которые пережили все ужасы войны, вы знаете, нам надо брать с них пример. У них глаза горят. Они обнимают, они крепко жмут руку. Они такие счастливые, что они дожили до двух семерок победы. Гордость и радость от происходящего – вот два слова, которые полностью передают настроение жителей города в День Великой Победы. И еще память, которую хранят благодарные потомки. Эмилия Аркелян, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.